Марго, привет! Ты выглядишь супер, вся такая нарядная на белом. Ты у нас сегодня будешь исполнять гимн Украины. Это на самом деле ответственная, ответственная часть программы. Как ты вообще относишься к таким выступлениям и была ли ты вообще на спортивных мероприятиях такого типа? Так, я была на соревнованиях, тоже выполнила гимн. Это очень ответственно. Для меня гимн Украины это самый сложный вокальный твёр. Я уже вокалист со стажем, с опытом. Но это выполнять, во-первых, хвилюючи, во-вторых, это же гимн Украины. Это ответственность. Это есть большая ответственность, да. Поэтому был опыт. Думаю, сегодня будет очень круто. Чего ожидаешь вообще от турниров? Он еще пока не начался, дорогие друзья. Это мы записываем до начала турнира. Какие у тебя ожидания от турниров будут? Ну, честно скажу, я болеваю за своих. Ну, это все зрозумело. Я не скажу, что я очень знаю себя на соревнованиях, но я всегда, когда присутся, то у меня какой-то азарт народжается. Я знаю, кто. И у меня все. Мне хочется болевать, хочется кричать, пищать. Поэтому я желаю успехов, желаю сил и буду тримать за наши колочки. Как ты относишься к крови? Потому что это вроде бы и кровавый спорт частично также имеется, а ты у нас в белом. Самое главное, не садись в первых рядах, чтобы тебя не залягло. Прям может быть и так, настолько. Да, здесь может быть все. То есть вообще, как относишься к жестоким таким единоборствам? Ну, я относишься до этого, в первую очередь, как до спорта. В каждом спорте есть свои фишки, свои нюансы. Так, я за мир. И я такая особа, видно по мне еще. Она на белом, я на черном. За нежность, за ласку, за нежный способ домовиться. Но это спорт и принимаю, как оно есть. Там будет борьба, это тоже очень такая прекрасная часть. Да, это интересно смотреть, очень интересно. И немного расскажи о своих планах, которые у тебя там впереди. Я знаю, сейчас COVID, мы выходим из этих всех карантинов. Какая у тебя обстановка с концертами, с мероприятиями? Так, так. COVID. Насправді, у меня два дни тому був сольный концерт. Перший, где я представила свою авторскую музыку. Бо всі меня знают, как кавер-виконавицу, в оркестрах, в Lord of the Sound, в Энсамбль Збройных Сил. Я солистка. Lord of the Sound? Так, я солистка. Я у вас был, сейчас скажу, в каком году, в 17-м или в 18-м году, как раз на Интерстелларе, когда вот эта вся была программа. Не знаю, они были в Палаце Украины. Так, я выступала в Палаце Украины. Так это ты пела? Да. Это была я. Здравствуйте еще раз. Я не знал, но это было охрененно. Я тогда зашел, как раз были произведения Ганса Симмера. Ну, короче, со всех этих фильмов. Ты была только в черном ушке Ренома. Да, я была трошечки в іншем образе. Такая нежная. Титаник ты пела. Так, так. Это все. Дорогие друзья, приходите на Lord of the Sound, приходите на ее концерты. До речи, 28-го травня концерт оркестра Lord of the Sound. Я там буду спевать. Вы не пожалеете. Это настолько нереальный просто концерт. Тебе большое спасибо. Потому что когда ты пела, у меня аж мурашки. Вот просто вот это нереально было. Я теперь понял, что это за певица. Все, приходите всех к Марго. Спасибо тебе большое. И желаю тебе просто суперового выступления. Такое. Конечно, не будет не весь дворец спорта. Будет сколько у нас там? 3000, да? У нас будет 3000. Но на 3000 я уверен, ты зарядишь их. Круто. Ярослав, приветствую вас. Привет. Ярослав сегодня у нас будет играть на бандуре. Правильно? Ты будешь минусом, да? То есть ты будешь выполнять на бандуре гимн Украины. Акомпанементом. Акомпанементом. Я просто не сильно, не сильно в таких терминах. Но ты по сути будешь сегодня у нас музыкально сопровождать Марго, да? Так, так. Слушай, первый вопрос, который вот мне сейчас приходит. Вообще, бандура это очень древний инструмент. Да, можно сказать. Это не из молодежных инструментов. Вообще, почему ты пришел именно к такому направлению бандура? Ни гитара, ни пиано, что сейчас в принципе, да? Что популярных гитаристов сейчас очень много. А вот именно бандура. Почему именно бандура? Я в залез детства был пианистом. И бандура появилась в моем жизни только в подлитковом веке. Дознався про уникальный колледж под Киевом. Единый в Украине. А бандура просто вона меня зачаривала своим фантастическим звуком, возможностями, формой. Там 65 струн. Это уникальный инструмент, который только у нас был створен, нашими майстрами на этой земле. И у него очень особенное звучание, которое меня просто захопило. Такой этно стиль присутствует. Ну, он прям... Так, но проект мой, бандура стайл и гурт Шпилястик обзаре, мы экспериментуем. Какие-таки? Шпилястик обзаре. Хорош, хорош. Шпилястик. Мы по шпилястам играем, и так дивимось на сучасную музыку, и играем и джаз, и лаунж, и дип хаус, и в ничных клубах. Подожди, дип хаус под бандуром? Да, да. У нас есть співпрация с диджеем топольским, с разными... Подожди, но топольский это олд-сколл? Да, да. Драм-н-бэс тоже на бандуре важна зиграсть. Я еще помню Малоева слушал. 14 лет эти тусовки. Так что мы ламаем стереотипы про бандуру. У нас гасло таке, бандура, это круто. И экспериментуем. То есть по сути вы этно-украинский стайл интегрируете в новые... Не в новые, а в какие-то устоявшиеся уже жанры, допустим. Да, да, да. В хип-хоп. Теж. Реально? Да, корпоративы, веселья, дни народжения. Я просто не знал, что... Знаете, есть типы, которые играют на гитаре. Да, они везде выступают. Но чтобы на бандуре и ребята, которые действительно придерживаются своего этноса, уважают свои традиции и продолжают традиции своих предков, это очень круто и это очень круто. World Music вообще в мире набивает популярность. Этничная музыка. Не только украинская. Вот. Но, как ты видишь, много коллективов. Каст, Супилка. Да, да, да. Гуэй сейчас пихал. Недоробачение тоже с Супилкой. Дримба. Трембита. Додают современные гурты. Сейчас сделаем тест нашим. Сейчас сделаем нашим тест нашим. Что это за инструмент? Взяли, схоже на цитарь, но что с турецкой. Ну, что-то да. Это типа киргизская песня, но у вас не похожа. И мне нравится то, что вы ребята такие, да? Вроде бы как бы и молодое поколение, но вы добавляете в музыку, даже вот это рэп исполнение, но он добавил свой национальный инструмент. У нас было співпрацей с Армаком, до речи. И спильные песни, и тоже рэп под Бандуру. Все, вообще большое вам респект. Зажгите сегодня, дорогие друзья. Зажгите. И приходите к ним на концерты, еще раз можете там проекламировать. Ярослав Джузь, шпилястик обзори, проект Бандура Стайл. Рэп с Бандуры. Охрененно. Спасибо тебе большое. Есть, от души все.